Приветствую всех, мои дорогие друзья! С вами Асина, и сегодня от всей души я хочу поздравить вас с приближающимися праздниками. Вот-вот в наши двери постучится красавица весна, и сердце откроется для чего-то жизнеутверждающего, для чего-то теплого и просто-напросто хорошего. А сегодня я хочу познакомить вас с небольшой, но замечательной визуальной новеллой под названием «Круги на воде». Ведь кто такие люди? Это капли, которые падают в воду и создают эти самые круги. Это рассказ о людях, которые гладят меня против шерсти. Думаю, все началось еще в начальной школе. Однажды наша учительница надула воздушный шар, написала на нем самоуважение и повесила на стену. Она объяснила, что все мы подобны воздушному шару, без чувства собственного достоинства мы будем вялыми, мелкими и грустными. Похоже, всех очень вдохновляли ее слова, но со мной этот фокус не прошел. Наблюдая, как этот шар с каждым днем становится все меньше, я чувствовала, что высокая самооценка не может дать людям ничего, кроме кратковременного чувства собственной важности. Но кроме меня никто этого не замечал. Каждый продолжал идти по своей короткой и жалкой жизни, раздутой от самодовольства, становясь все меньше и меньше. А больше всего я ненавижу мечтателей, которые считают, будто способны изменить мир. Думаю, за их великими замыслами о прекрасной жизни скрывается банальное желание остаться в памяти людей, отчаянная попытка сохранить воздух в своем шаре самодовольствия. Но мир никогда не изменится. Как бы вы ни старались, все останется прежним. Человеческая жизнь – просто капля в море. За эти мысли многие считают меня пессимистом, но меня совершенно не волнует чужое мнение. Куда проще жить, не пытаясь изменить мир. Потому я просто сосредоточился на любимых делах, таких, как фотография. Не важно, что эти изображения запросто могут пережить меня. Я фотографирую только природу, образы, которые не изменятся до скончания веков. Я ненавижу снимать людей. Я терпеть не могу людишек, которые лезут в кадр, прыгают и машут руками, надеясь остаться на пленке и в нашей памяти. Я ни за что не буду тратить пленку на этих пустышек. Умирая, люди уходят навсегда, что вполне меня устраивает. Я живу в небольшом городе, однако здесь можно отыскать много потаенных мест, где всегда есть что-нибудь необычное. Сегодня мне предстоит отправиться сюда, в маленький парк, затерявшийся за плотными кронами деревьев и старым зданием школы. Вряд ли здесь удастся сделать хорошие кадры, но, по крайней мере, я смогу укрыться от людей. Я навел камеру на ближайший куст, чтобы проверить освещение. Время близится к вечеру, но солнце пока достаточно высоко, чтобы сделать парочку хороших снимков. Что это за звуки? Заметив за кустом какое-то движение, я осторожно двинулся вперед, держа фотоаппарат перед собой, будто он сможет защитить меня, если из-за куста что-то выскочит. Учитывая, насколько дорогой этот фотоаппарат, наверное, было бы лучше принять удар на себя. Это девочка? Что она здесь делает? Она плачет? В нерешительности я отступил назад. Если девочка приходит сюда поплакать, мне не стоит мешиваться. Но этот плач больше походит на... мяуканье? О, привет! Девочка спокойно посмотрела на меня. В этот миг я заметил, что она гладит маленького котенка. Еще два котенка играли возле ее ног. Должно быть, именно их писк привлек мое внимание. А, привет! Извини, что помешал, я, наверное, лучше пойду. Ты вовсе не мешаешь? Погоди! Котенок, которого она гладила, лениво зевнув, потянулся к руке. Вот, держи! Девочка притянула котенку печенье. Котенок радостно ударил по лакомству лапкой, а потом схватил его своими маленькими зубками. Чем ты их кормишь? Это печенье. Я испекла его утром. По-моему, не стоит расходовать еду на кучку каких-то кошек. Нет, это того стоит. Ты же знаешь, они в любом случае умрут. Бездомным животным редко удается долго протянуть на улице. И? Тогда зачем их кормить? Котята проголодались. Разве мне нужна еще какая-то причина? Думаю, нет. Но почему ты даешь им печенье? Потому что только они будут его есть. Чего? Извини, мне пора домой. Девочка нежно похлопала котенка по голове и ушла. Она даже не попрощалась. Даже не знаю, бежаться мне или нет. Да и какое это имеет значение. Котята сбежались к моим ногам, и я встала на колени, чтобы сделать пару снимков. Ах, уже стало совсем темно. Теперь я ничего нормально не сниму. По крайней мере, с этой камерой. Сегодня мне уже не удастся хорошо пофотографировать. Не знаю, зачем я вернулся сюда. Я сказал себе, что мне просто нужны хорошие кадры. Ведь вчера я не успел ничего снять, но... Я уверен, что просто лгу себе. О, ты вернулся! Я просто хочу сделать пару снимков. Тогда я не буду тебе мешать. Я сделал пару скучных снимков, поглядывая на девочку и барахтающихся у ее ног котят. Чем ты их кормила сегодня? Хм, наверное, это можно назвать пончиками. Ты их тоже сама испекла? Конечно. Сегодня утром перед школой. Пришлось встать пораньше, чтобы все успеть. Зачем? Но знаешь, тесту нужно время, чтобы подойти. Ну, я не это имел в виду. Да? Тогда что? Зачем столько трудиться ради еды для кучки котят? Я же сказала, потому что они ее едят. Хм. Знаешь, я всегда любила выпечку. И что в ней самое лучшее, так это возможность поделиться с другими. Когда-то я даже мечтала о своей пекарне. Да? В прошлом году я испекла кексы для всего класса. Я встала рано, чтобы выпечка была свежей и использовала самые лучшие ингредиенты, какие только могла себе позволить. Я хотела, чтобы кексы получились по-настоящему особенными. Вот только они никому не понравились. Многие девочки даже не попробовали их, сославшись на строгую диету. Я была так рада, когда несколько мальчиков решили взять мои кексы, но они просто стали кидаться ими друг друга. Я даже угостила учителей, которым, казалось, моя выпечка пришлась по нраву. Но в конце концов я нашла эту выпечку в корзине для мусора. И еще бы. Люди никогда не ценят то, что им причитается. Нет никакого смысла стараться ради других. Может быть. После школы я пришла сюда. Мне хотелось плакать, но эти малыши прибежали и развеселили меня. Я предложила им свои кексы, и котята с удовольствием их съели. С тех пор я каждый день им что-нибудь приношу. Это моя благодарность. За что ты их благодаришь? За то, что они рады отведать моей еды. Хм? Что я люблю больше всего на свете, так это видеть улыбку людей, которые едят мою выпечку. Я хочу радовать людей, чтобы сделать этот мир лучше. Это же глупо. Глупо? Нет никакого смысла кого-то радовать. Рано или поздно люди снова впадут в уныние, а потом они умрут. Ты правда так думаешь? Ну, да. Понятно. Ты ужасный нигилист. Только не говори, что собираешься примерять ко мне всю эту философию. Кхм-кхм. Нет. Ладно. Мне пора. До завтра. Чего? Меня зовут Кью. А тебя? Кода. Тогда до завтра, Кода. Даже не думай. Конечно. Она мило улыбнулась и ушла. Как и в прошлый раз, котята побежали ко мне, но я не стал утруждать себя их фотографированием. Все равно здесь слишком темно и скучно. Даже если сегодня у меня не будет хороших снимков, не думаю, что стоит сюда возвращаться. И все же... Привет, Кода. Ты пришел просто пофотографировать, да? Угу. Снимки, которые я вчера напечатал, получились не очень. Ты проявляешь фотографии? Ее голос прозвучал с искренним удивлением. Я почувствовала в нем нотки победы. Этот цифровик здесь все слишком просто. Ничего интересного. Он прощает любые ошибки. Понятно. Это тебе. Кью протянула мне пластиковую коробочку, перевязанную лентой. Что это? Печенье. Ты же хочешь попробовать, верно? С чего ты решила? Но ты же вернулся. Вздохнув, я открыл коробочку. Меня встретил сладкий аромат корицы и шоколада. Я откусил кусочек. В самом деле, очень неплохо. На мгновение я удивился, почему другие не приняли ее виды. Но быстро осознал, что это просто часть человеческой природы. Извини. А? Ты не улыбнулся? Видимо, печенье получилось невкусным. Вовсе нет. Я просто немного разозлился на тех, кто не оценил твою выпечку. Не стоит. Если тебе понравилось, просто улыбнись. Ты так старалась, чтобы я улыбнулся. Ты не похож на счастливого человека. Ее искренность стрелой коснулась моего сердца. Вот это уже совсем не твое дело. Но ты же вернулся, чтобы встретиться со мной. Я не говорил, что вернулся ради тебя. Этого и не нужно. К тому же совсем... Это и не важно. Все равно завтра я опять буду несчастен. Тогда завтра я принесу тебе больше печенья. Ты правда хочешь увидеть мою никчемную улыбку? Я хочу, чтобы все улыбались. Ха! Очередная несбыточная мечта. Вот за это я так ненавижу людей. Ты не любишь людей? Ну, конечно. Они все только разрушают. Как же? Они влезают в кадр, когда их об этом не просят. Или скачут вокруг, как полоумные. Я так не могу. Это все так раздражает. А я тебя тоже раздражаю? Ну, такие оптимисты, как Кью, всегда вызывали у меня отвращение. Но ее удивительная прямота и честность пришлись мне по душе. Не знаю. Она засмеялась и вернулась к своим котятам. Ну, ладно. Не могу сказать, что ты меня раздражаешь. Просто... Я задумался, подбирая слова, которыми можно было бы выразить свои чувства. Я просто не люблю людей, которые думают, что они могут изменить мир. А почему бы и нет? Потому что это глупо. Человеческая жизнь — это просто капля в море. Ты ведь сам в это не веришь. Нет, верю. Это лучше, чем верить, что я на самом деле что-то могу изменить. Тогда зачем ты вернулся? Чего? Ты хочешь верить, но просто боишься. Ты боишься, что ничего не изменишь, потому что не пытаешься. Я не... На самом деле я не мог сказать, что она не права. Кода? Да. Даже если моя жизнь — это всего лишь капля. От каждой капли по воде расходятся круги. Она ушла, прежде чем я смог ей ответить. Мне все равно нечего было сказать. Обычно я злился, если кто-то пытался переубедить меня своими заурядными, якобы вдохновляющими речами. Но сейчас все изменилось. Она не пыталась мне ничего внушить. Она действительно верит своим словам. Кью такая веселая и уверенная в себе, но в ней нет ни капли безрассудства или гордости. Она верит, что способна изменить мир с помощью печенья и улыбки. Честно говоря, не знаю, сможет ли она или нет. Но я знаю, что ей удалось изменить меня. Я взял в руки цифровик, чтобы запечатлеть закат, задаваясь вопросом, что же эта загадочная девочка принесет мне завтра. Может быть, я тоже должен принести что-нибудь для нее. Может быть, я спрошу, когда буду ее фотографировать. Это только первая капля.